В 2008 году баварская компания представила на свет необычный спортбайк BMW HP2 Sport с оппозитным двигателем объемом в 1170 кубических сантиметров. Так сказать бескомпромиссный дорожный вариант гоночной машины, принимавшей участие в 24-часовых гонках. Формально он был продолжением развития успешного BMW R1200S. Основные узлы двигателя и даже размеры 101 на 73 у них совпадали. Однако разработанные с нуля головки цилиндров совершенно другие. С двумя распредвалами в каждой и радиальным расположением четырех клапанов. Это радиальное расположение позволило сделать камеру сгорания столь компактной, что больше нет нужды в установке двух свечей на цилиндр, как на прочих баварских оппозитах. Конечно верхняя распредвала не новость. Сами же немцы применяли их на гоночных моторах еще в 30-е годы. С первого взгляда понятна и причина, по которой их доселе так неохотно использовали на оппозиторах. Двигатель становится шире и очень уж велик риск цепануть им асфальт на вираже. Но с ними двигатель HP2 Sport способен раскручиваться до 9500 оборотов в минуту. Особо мощности это конечно не прибавило. Баварцы заявили 133 лошадиные силы и 115 ньютон метров в крутячий момент. А вот потенциал для дальнейшей форсировки безусловный. Ибо двухвальные ГБЦ уже не боятся высоких оборотов. Поэтому после замены пусть и сильно облегченной, но замученной катализатором и гражданским глушителем выпускной системы на полный выпуск, да с перепрошивкой и нульвиком, немудрено будет и все 150 лошадей собрать. Ну и со стандартной мощностью BMW HP2 Sport разгоняется до 100 км в час за 3,5 секунды. А максимальная скорость равна 260 км в час. В традициях современных оппозитов BMW силовой агрегат HP2 Sport служит в качестве основного несущего элемента, плюс небольшие трубчатые подрамники, соединяющие его с передней подвеской телелевер и задней паралевер. К тому же углепластиковые элементы самые несущие, то есть они не требуют стальных подрамников. Передние и задние амортизаторы марки Оллинс полностью регулируемы. Регулируется также положение руля и высота подножек. В тормозной системе применены моноблочные премба с радиальными суппортами спереди, с радиальной передней машинкой и такой же на лыжами сцеплением. Ну и какой же BMW без АБС? Правда на эту модель она устанавливается только по заказу и настроена по спортивному. Например, не допускает переторможение переднего колеса с отрывом заднего. А на гоночной трассе АБС можно вовсе отключить. Панель приборов на мотоцикле. BMW HP2 Sport в стиле Гран-при. Простая и понятная, с крупными легко читаемыми цифрами, для которых достаточно одного беглого взгляда даже во время заезда по треку. Два основных режима, дорожные и гоночные, можно выбрать переключателем на левой стороне руля. Первый режим отображает такие параметры, как скорость, обороты двигателя, время и пробег. Второй, столь необходимую на треке информацию, как время прохождения круга, максимально достигнутая в заезде скорость, число переключений на круге и тому подобное. Субтитры делал DimaTorzok Ну что же в итоге? На треке BMW HP2 Sport имеет большой минус. И это, естественно, его широкий оппозитный двигатель, из-за которого конкуренцию спортбайкам других мото-гигантов он мало кому может составить. Однако, как дорожный байк, на котором можно с ветерком прохватить по трассе, то это пожалуйста. HP2 Sport вполне крутая машина. Остается только восхищаться компанией BMW, которая не бросает работы и создает классные мотоциклы на базе оппозитного мотора. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok